Я пришёл к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Позвольте этими строками Афанасия Афанасиевича Фета начать рассказ о Сидмейерс Старшипс. Вы слышите Лёшу Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет. Давайте сразу договоримся. Сидмейерс Старшипс не для персональных компьютеров. Вообще. Абсолютно. То есть, если вы хотели даже глянуть на звёздные корабли и подумывали о покупке или, не дай бог, скачать на торрентах, и у вас нету планшетов, то можете даже не заморачиваться. Я буду обозревать эту игру с точки зрения игры на планшетах, а не на персональном компьютере. Потому что по всему видно, что игру делали именно для этих самых ваших планшетиков, причём только на iOS, потому что под Android или под Windows Mobile игра не вышла. Да, то видео, которое вы видите, оно записывалось на персональном компьютере во время стрима. И посмотреть сам стрим вы, собственно, можете, перейдя по ссылке в описании. Но даже уже по этому видео откровенно видно, что разработчики пытались оптимизировать игру именно для планшетов. Графика, такое ощущение, что из середины двухтысячных, как мне кто-то написал во время стрима, что Homeworld 2 выглядел лучше, а он вышел в 2003. Почему-то многие думали, что это будет что-то типа Galactic Civilizations, хотя уже по предварительным видео было понятно, что это не так. Скорее, это что-то похожее на King's Bounty или даже космических рейнджеров. Если в двух словах, то это не очень сложная и долгая игра, основанная на тактических боях в космосе. Здесь нету ничего общего с серией «Цивилизация», ну, кроме, пожалуй, названий наций или названий фракций, если хотите, потому что они все взяты из «Сидмерс Цивилизейшн Бейонт Эрс». Все те же Ковита, Козлов и так далее. И все-таки, стоит ли тратить свое время и играть в «Сидмерс Старшипс»? Не знаю, смешаны у меня впечатления, даже если принять во внимание, что вы этим будете заниматься на планшетах. Как таковой какой-то особенной стратегии в игре нету. Смысл заключается в том, что в течение хода вы летаете своим флотом, между планетами выполняете задания. Все задания — это, собственно, тактические бои с разными вариантами. То есть это может быть либо убить всех противников, либо не дать противникам добраться до портала, либо самому добраться до портала, либо защитить какой-то аванпост в космосе и так далее. Успешно выполнив миссию, вы получаете какое-то вознаграждение. Это могут быть деньги, наука, бесплатная технология и влияние на ту планету, на которой вы выполнили задание. Получив 4 влияния на планете, вы эту планету присоединяете к своей фракции, к своей стране. И она начинает вам приносить ресурсы. Ресурсов у нас 4. Деньги, производство, наука и еда. Каждый ресурс используется для чего-то своего. За деньги можно покупать только апгрейды для ваших космических кораблей. За еду можно только строить города на планетах. За производство можно на планетах строить какие-то здания. И, наконец, за науку что-то исследовать. Но вы не думаете, что тут какие-то широкие возможности. На самом деле их очень мало по-хорошему. Например, наука — это не дерево технологий, а просто апгрейд буквально 6 или 7 веток развития. Строительство зданий — это те же самые несколько зданий на планете, там 5 или 6 штук, просто большего уровня. Ну и города, они позволяют просто больше ресурсов добывать с планет и так далее. Ну и, соответственно, апгрейд ваших космических кораблей — это более крутое оружие, более сильная защита и так далее. В общем, механика очень простая, разбираешься в ней быстро. На самом деле особо ничего интересного. Быстро разобравшись в экономике, у вас не будет проблем ни с деньгами, ни с производством. Вообще ничем не будет проблем на самом деле. А у 2GIS праздник у них вышла четвертая версия приложения. Правда, бета-версия, поэтому все приглашаются ее тестировать и сообщать разработчикам через обратную связь, если будут какие-то проблемы. А фишка там в том, что используется одно ядро на всех платформах, и обновляется только та информация, которая меняется в базе. Так что пробуйте. Ну, казалось бы, раз игра называется Starships, то есть звездные корабли, то, видимо, будет упор какой-то именно на ваш флот. Ну, упор есть, но странный заключается в том, что флот у вас только один. Вы можете сколько угодно кораблей купить, но флот у вас будет всегда один, и им вы будете летать по всей галактике. Я не знаю, почему нельзя их разделять. Ну, точнее, я знаю, потому что игра для планшетов, чтобы вы не потеряли свои флоты, чтобы вам было проще, вы вот одним флотом и пользуетесь, и все. Ну и внутри флота вы за деньги либо покупаете новые корабли, либо апгрейдите те старые, которые у вас есть. Типов кораблей нету, то есть у вас есть стандартный корабль, но, правда, вы сами можете их специализировать, покупая не одно какое-то оружие для всех кораблей, а разные, там, для кого-то маскировочные щиты, для кого-то сенсоры, для кого-то торпеды, для кого-то лазерные пушки и так далее. Ну, а так, в принципе, никаких изменений самих кораблей не предусмотрено. Тут даже есть чудеса, но они строятся мгновенно, то есть у вас есть производство на это чудо, там, 5000 производства, вы его, считайте, купили за производство, оно сразу построилось. Причем можно только одно чудо на планету построить. Чудеса несбалансированы, и через несколько таких чудес интерес от боя, который и так не особо продуман, улетучивается. Например, когда у вас появляется иммунитет от торпед или бесплатная невидимость после каждого хода. Вот зачем это все было сделано? Бой очень простой. Я думаю, все играли и в Endless Legend, и в героев. Вот то же самое, только с космическими кораблями. Пролетать мешают астероиды. Иногда на этих астероидах появляется зеленый кружочек, который как раз позволяет через них пролетать, а также есть черные дыры, которые перекидывают в какое-нибудь другое место карты. Поначалу интересно, но после, не знаю, трех-четырех боев приходит скука. Каких-то тактических изысков вы тут не увидите. По-моему, игра о гении тактики, о которой я вам уже два раза рассказывал, от наших разработчиков, которые все пытаются пробиться в Steam и Greenlight, она намного интереснее тактически, чем вот Sid Mears Starship. И ее делают два человека, а тут целый фераксис. Дипломатии в игре, в принципе, нету. То есть вы можете только либо объявить войну, либо пообщаться. Самое смешное, что даже настроек в игре нету. То есть вы не можете выбрать ни разрешение экрана, ни уровень графики, только громкость звуков регулировать. И где-то через полчаса игры я, например, убрал все звуки криков моего экипажа, потому что это раздражало ужасно. Кстати, в партии я проиграл, причем кови-то выиграла какую-то победу по чудесам. В начале игры есть возможность выставить несколько вариантов победы, но как эти победы работают тоже нигде не написано. Каким образом она выиграла по чудесам, мне было непонятно, потому что я ее всячески давил, флот ее выносил, чудеса я тоже сам строил, но она почему-то выиграла по чудесам. А то и при словутой привязке Starships и Beyond Earth. В течение игры в Starships мне постоянно всплывали сообщения о том, что у меня там что-то открыто теперь в Beyond Earth. Соответственно, после Starships я еще и запустил Beyond Earth и поиграл в нее. И мне тоже всплывали сообщения о том, что у меня теперь что-то открыто там в Starships. Но как это влияет на сами игры, только о том, что вот эти сообщения приходят, я так и не нашел. Походу, это все влияние и есть. То есть вам в Sid Mears Starships приходят какие-то сообщения о Beyond Earth, и, соответственно, в Beyond Earth вам что-то там пишут о Starships, и все. Вот такое странное соединение двух игр. В общем, зачем платить за такую игру 650 рублей, когда есть за 500 рублей Cities Skylines, и уж тем более тратить время на игру Sid Mears Starships, мне, честно говоря, непонятно. Даже если предположить, что вы куда-то едете, и у вас планшет, и нечем занять время. Я думаю, что эта игра на 2-3 партии максимум. А так как у меня большинство зрителей люди искушенные, которые играют в сложные стратегии, для них вот этот тактический псевдо-симулятор Звездного флота будет малоинтересен. Так что не рекомендую тратить на эту игру ни денег, ни времени, и даже с торрентов скачивать, по-моему, смысла нет. Вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша Играет. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok